Хабаровская ТЭЦ номер 1 является одной из самых крупных электростанций Дальнего Востока. Она занимает территорию площадью 520 тысяч квадратных метров. Электрическая мощность станции 435 тысяч киловатт. Тепловая мощность 1200 гигакалорий в час. Начало технологической цепочки станции – это вагоноопрокидывающее устройство, которое способно перевернуть целый вагон с углем. Таких устройств на ТЭЦ-2. Производительность каждого – 30 вагонов в час. Уголь всыпается в подземный распределитель глубиной 13 метров, из которого по конвейерам общей протяженностью около 2500 метров уголь поднимается и транспортируется к котлам, либо на топливный склад. Уголь, подающийся на котлы, предварительно проходит через молотковую дробилку, где огромные молоты разбивают его на частицы размером до 15 миллиметров. Котлы, висящие на специальных металлических опорах, обмурованные теплоизоляционным материалом высотой до 33 метров и весом до 5000 тонн, состоят из топки с горелками, системы водяных труб, барабана, пароперегревателя и паросборной камеры. В трубы котла подается очищенная химически обессоленная вода. Каждый котел оснащен тремя системами пылеприготовления, состоящими из питателей сырого угля, шахтной молотковой мельницы и трех горелочных устройств. Продукты сгорания угольного топлива отводятся из котла устройством гидрозолоудаления в специальный золоотвал за пределами станции. Отходящие дымовые газы после мокрой очистки уносятся дымососами через дымовую трубу высотой 100 метров в атмосферу. Паропроизводительность котла – 210 тонн пара в час. Всего на ТЭЦ установлено 15 котлов, из которых 10 работают на угле, а 5 на сахалинском газе. Основным устройством для производства электрической энергии на электростанции является турбоагрегат, состоящий из турбины и генератора электрической энергии. Всего на станции установлено 7 турбоагрегатов. Пар из котла под давлением 140 атмосфер и температурой 540 градусов подается через главный паропровод в турбину, где проходит последовательно через цилиндры высокого, среднего и низкого давлений. Здесь потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию механического вращения лопаток ротора турбины со скоростью 3000 оборотов в минуту, который жестко соединен с валом электрогенератора. Цилиндры турбины и ротор с лопатками выполнены из высоколигированной, высокопрочной и жаростойкой стали. Вес турбины мощностью 100 000 кВт составляет 210 тонн, длина 25 метров, высота 10 метров. Одна часть пара после турбины направляется в конденсатор, где превращается в воду, которая через специальные подогреватели поступает обратно в котел. Используемая для охлаждения пара вода подается в брызгальный бассейн и градирни, где охлаждается и возвращается обратно в конденсатор по замкнутому кругу. Другая часть отработанного пара используется для целей теплофикации города. В специальных подогревателях холодная вода нагревается до температуры 70 градусов летом и 120 градусов зимой. Затем подается сетевыми насосами производительностью по 2500 тонн в час в общую камеру смешивания и далее по шести тепломагистралям поступает в город. Для восполнения потерь воды в тепловых сетях города на ТЭЦ имеется цех водоподготовки. Хабаровская теплоэлектроцентраль номер один, используя комбинированный способ выработки тепловой энергии совместно с электрической, повышает свой коэффициент полезного действия на 12-20% против тепловых станций, вырабатывающих только электрическую энергию. Основными частями электрического генератора является статор, это высоковольтная электрическая обмотка, размещенная в металлической оболочке, изготовленной из специальной стали, и вращающийся со скоростью 3000 оборотов в минуту ротор с электрической обмоткой постоянного тока. При вращении ротора в обмотки статора наводится электрическое напряжение величиной 10500 вольт. Внутри корпуса генератора статор охлаждается водяными регистрами, а ротор водородом под давлением 2,5 атмосферы. Против утечки водорода предусмотрено специальное устройство масляного уплотнения корпуса генератора. Мощность самого крупного генератора на ТЭЦ составляет 100 000 кВт. Вес генератора 177 тонн. Длина 11 метров. Высота 5 метров. Электрический ток с обмотки статора подается на повышающий трансформатор с помощью специальных закрытых токопроводов, проходящих через стену главного корпуса станции. Далее электрическая энергия напряжением 110 000 вольт по линиям электропередачи ЛЭП 110 кВт распределяется через электрическую сеть объединенной энергосистемы Дальнего Востока по потребителям энергии, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, население и так далее. В 2006 году на станцию пришло голубое топливо – сахалинский природный газ. Была внедрена новая современная технология сжигания газа в котлах. Уменьшились выбросы вредных веществ и золы, что значительно улучшило экологическую обстановку в городе Хабаровске. В планах энергокомпании УАО ДГК Хабаровскую ТЭЦ-1 ждет полная замена морально и физически изношенного оборудования, автоматизация и компьютеризация технологических процессов.